Идея, история и концепция И конечная идея должна отвечать на те главные вопросы. Что мы делаем, как мы делаем, кто это делает и зачем это делает. Итак, для чего же нам все-таки нужна идея? Мы находимся сейчас с вами в тот период и живем в то время, когда предложение намного превышает спрос. И нам нужно 100% выделяться чем-то, чтобы быть лучше, чем наши конкуренты. Итак, сегодня будем раскрывать основную тему этой идеи. Для начала хотел бы, чтобы вы посмотрели видео. Оно займет буквально 5 минут и мы продолжим с вами дальше. Видео? Нет? Видео? Как раз так и пройдет 40 минут лекции. У нас будет видео? Еще раз. Нет? Может у вас включится? Нет? Попробуем, может еще раз. Нет? Пора бы начать видео, да. Что-то никак не запустится. Окей. Давайте на телефоне. В общем, если мы все-таки сможем запустить видео, мы его обязательно посмотрим. В общем, это видео снято известным режиссером, в котором те или иные люди, деятели, высказывают свое мнение по поводу идеи. Кто-то говорит, что это какое-то определенное вдохновение, кто-то наоборот отрицает, что в этой связке нет места вдохновению. В общем, я сформулировал идею следующим образом. Что-то вообще полностью не так с этой презентацией. Давайте потом вы подойдете, я расскажу. У меня что-то все вообще полностью не так здесь. Итак, я сформулировал термин «идею», как это наше личное мнение, представляющее собой итог последовательных связей и наблюдений. Итак, фундамент идеи нашего будущего бара строится задолго до того, как мы подойдем к этому бару. Это 100% не какое-то искрометное вдохновение, это 100% тяжелая работа, это аналитика, это статистика, которую мы проживаем в тот или иной момент. Мы со своей человеческой любопытностью, либо специально задаваясь этой целью, мы путешествуем, посещаем те или иные бары, смотрим, подсматриваем какие-то концепции. Все это время работает наш рациональный мозг, назовем его говорящим мозгом, который анализирует, который где-то соглашается, где-то отрицает те или иные концепции. И все это формирует некоторый опыт, который откладывается у нас в нашем любическом мозге, который мы можем в дальнейшем достать и применить в нашем баре. Для того, чтобы накопить эти идеи, не нужно сидеть и ждать вдохновения. Это 100% постоянная работа над собой, над своими познаниями. И так как, когда у нас есть фундаменты, когда мы насобирали определенное количество идей, нам нужно немножечко их перебрать, немножечко переделать. И это все называется как творческое мышление. Творческое мышление я сформулировал как процесс, заставляющий наш мозг выдавать не простые и выгодные решения, а выгодные для нас в достижении определенных целей. Наш мозг это 100% наш друг и товарищ, но это вот если у вас есть ленивый друг, это 100% один из них. Это тот человек, это существо, которое постоянно нас держит и говорит, чувак, давай еще немножко посидим, давай не сегодня, давай завтра, давай завтра. Все должно работать по такой схеме, на примере вот этой картинки, есть easy way и есть right way. Когда у нас дома банальный пример, по которому мы можем немножко потренировать свое творческое мышление, это когда у нас дома случайно перегорела лампочка, первое, что нам дает наш мозг, какой сигнал, это выбросить ее. Хотя с другой стороны, если мы посмотрим на эту ситуацию под другим углом, то мы можем сделать замечательные штуки, замечательные вещи, которые мы можем подарить нашим друзьям, допустим. Мы 100% все с вами, друзья, без исключения творческие. Кто будет это отрицать, вспомните хотя бы раз, когда вам нужно было проделать определенную работу, которая вам была несвойственна или которую вы не хотели делать и насколько вы ее облегчали для себя. Имея в запасе определенные идеи, подойдя к ним с творческой стороны, нам нужно объединить эти идеи и это все называется… Дайте своим идеям заняться любовью между собой, чтобы у них получилось что-то новое. Итак, синергия — это образование абсолютно новой идеи при взаимодействии набора других идей. Здесь в этой связке, в связке синергии наш привычный пример из начальных классов, там, где 1 плюс 1 равно 2, меняется на 1 плюс 1 равно 3. В случае синергии и разработки идей у вас всегда должно из двух идей получаться третья. Если у вас все по-прежнему две, то, видимо, что-то не так и вам нужно немножко поработать над собой. Итак, идея у нас есть. Это круто. Любая идея должна опираться на определенную стратегию, по которой вы будете идти дальше и которой вы будете ее распространять и внедрять в свой будущий бар. Существуют две вещи, на которые опираются идеи. Это инновация и это ценность. В отдельности эти два термина означают инновация. Это то, что наш бар собирается давать новое. Это новая идея, чем мы хотим удивить наших гостей. И ценность – это, собственно, ту ценность, которую мы несем. Что мы хотим дать? Атмосферу, мы хотим дать уют, мы хотим дать крутые коктейли или что-то другое. Наша идея всегда должна быть… мы должны в нашей идее соединить, объединить и дать новую жизнь двум этим понятиям. И называется она инновация ценности. Играя только в инновации, мы рискуем в какой-то определенный момент разрабатывать технологии ради самих технологий. Если мы будем играться только в инновации, то никакой ценности для нашего гостя не будет. И он рано или поздно потеряет интересы, он поймет, что вы, в принципе, живете ради себя только и только ради своих инноваций. Если мы будем играться только в ценности, мы рискуем… Во что упираются ценности? Это либо понижение определенных цен в нашем баре, либо еще какие-то штуки. Ну, а мы рискуем здесь стать одним из, опять-таки, заурядных баров, которые, наверное, со временем перестанут ходить в гости. Итак, какие главные пути для разработки инноваций, ценностей? Есть шесть путей к стратегической идее. Нам нужна 100% стратегическая идея. Давайте быстренько пройдемся по каждым из них. Первое, что нам стоит рассмотреть, это альтернативные отрасли. Второе, это стратегические группы. Третье, это группы потребителей. Четвертое, это дополнительные продукты и услуги. Пятое, анализ функциональной и эмоциональной привлекательности для потребителя. И последнее, посмотреть в завтрашний день. Сейчас быстренько по каждому из них, что я имею в виду под альтернативными отраслями. Приведу один замечательный пример. Все же знают, здесь цирк Дюсселей, да? 100% знают. Что сделали эти ребята? То есть альтернативные отрасли, это те отрасли, которые выполняют различные функции, но служат одному и тому же. Допустим, на примере цирка Дюсселей, это они посмотрели на театры, да? По сути, цирк и театр, это абсолютно две разные отрасли, но их объединяет одно, это досуг людей, туда, куда люди приходят вечером, днем проводят время. Объединив вот эти два фактора и сделав свой цирк по определенному сценарию, они разработали абсолютно новую стратегию, абсолютно новую ценность для своих гостей. Что мы можем сделать в наших барах? Банальный пример, допустим, я большой любитель кино, и что меня привлекает в кино? Это то, какой они ажиотаж производят во время своих допремьерных показов, допустим, да? Почему бы это не внедрить в наших барах и обычную презентацию? Как происходит презентация нового коктейльного меню в баре? В основном это пост в Инстаграме или вообще без него, и приходите, ребят, новые коктейли у нас уже будут завтра. Почему бы не сделать из этого какое-то шоу, какое-то специальное мероприятие, которое будет для узкого круга по предварительным продажам с каким-то определенным сюжетом, который сможет заинтересовать ваших гостей, тем самым разогрев в них интерес попасть конкретно и успеть попасть, вернее, на это мероприятие. Следующее – это стратегические группы. Стратегические группы… Это… Момент, момент, момент. Я… Простите, пожалуйста, я мало того, что очень устал, я за два дня барометра, за два дня бара, я еще и очень нервничаю. Спасибо, 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 спасибо. Итак, стратегические группы. Что я имею в виду под этим термином? Это заведения и бары, на которые мы будем равняться. Естественно, равняемся мы на лучших, на те, которые выше… У них высшая стратегическая группа и по ценовой политике, и по продукции, которые они выдают. Нам стоит немножко обернуться назад и посмотреть на тех, которые дают в принципе то же самое, на бары, которые… Конечный продукт бара – это, конечно же, помимо эмоций, атмосферы и все, что мы хотим нести нашим гостям, это в любом случае коктейли. Допустим, на примере коктейля, если посмотреть на стратегическую группу, которая чуть-чуть ниже формата, чем мы хотим задать в нашем баре, и увидев, что они делают, допустим, там обычные классические коктейли, такие как «Секс на пляже», «Пинаколада», в основном модные бары – это сейчас уже, слава богу, все начали возвращаться к этому и давать новый виток этим напиткам. Так почему бы нам не заняться и не взять эти напитки, переделать по-интересному и не внедрить их в наших барах и дать этот опыт, который… В принципе, гость достаточно примитивный, примитивное существо. Некоторые по сей день удивляются чипсу апельсина, а мы им тут прям роторные испарители используем. Итак, группы потребителей. Группа потребителей. Что я имею в виду здесь? Какой? Примерно перед тем, как мы начинаем разрабатывать идеи, мы примерно понимаем, какого гостя мы хотим видеть, плюс-минус. Всех наших гостей объединяет это одно, это желание пить. То есть это пьющая часть населения, но в основном все забывают о части населения, которая не пьющая. Почему бы не обратить внимание на нее и сразу не внедрить в своем баре определенное меню или определенное новшество в сторону непьющего контингента и сделать такие же крутые напитки, которые вы делаете для основного своего потребителя. Следующее – это дополнительные продукты и услуги. Что мы можем сделать здесь? На самом деле примеры достаточно банальные, но над ними стоит задуматься. Итак, дополнительные продукты и услуги. С чем наш гость сталкивается во время и тем более впоследствии после взаимодействия с нашим баром. Это, естественно, наверное, алкогольный синдром, похмельный синдром. И почему бы не помочь ему сразу и, допустим, не продавать ему в баре какие-нибудь. Это может быть от безалкогольных коктейлей каких-нибудь, которые он с удовольствием выпьет с утра, либо это будет вплоть до воскресных похмельных бранчей, на которые вы будете собирать дополнительное количество гостей, делать новое событие, новое мероприятие и тем самым завоевывать себе новых гостей. Или, допустим, дополнительные продукты или услуги. Сейчас в данный момент состоит большая проблема, и все о ней говорят, об экологии. Так почему бы нам, допустим, не делать определенный вид посуды, даже трубочек? У вас хотя бы хоть раз приходили в бар гости, которые приходили со своей трубочкой? Были у кого-нибудь такие? Вот есть у некоторых. Почему бы не продавать эти трубочки и не сделать дополнительную услугу в своем баре для своих гостей? Следующий пункт – это анализ функциональной и эмоциональной привлекательности для вашего потребителя, для вашего гостя. Все мы работаем для того, чтобы вызвать у своего гостя определенные эмоции, определенную, скорее всего, радость, чтобы он ушел от вас максимально окрыленный. Мы должны взвесить, что мы конкретно хотим дать, и все это сделать гармонично. Мы даем эмоцию, либо какие функции мы выполняем в нашем баре. Играясь только в функции, и если мы делаем слишком большой упор на то, что мы там, но супер бар, мы используем супер лабораторное оборудование, и делая только это ради этого, мы навряд ли вызовем у гостя эмоции. Мы должны все это разобрать и взвесить, и уравновесить эмоцию и функцию, которые мы выполняем. И последний пункт – это посмотреть в завтрашний день. Представьте себе, когда вы будете формировать идею вашего бара, подумайте о том, что будет, по крайней мере, по вашему мнению, что будет через год, через два, через пять в нашей индустрии. Попробуйте придумать это, попробуйте это обрисовать и потихонечку внедрять в ваши идеи, в вашем баре. Это достаточно просто, вот буквально пять лет назад никто же не мог подумать, наверное, кроме заграничных наших гостей, ну, по крайней мере, у нас в Украине никто не мог представить, что мы будем использовать супер какое-то оборудование, да такое оборудование, мы даже некоторые боялись этого большого льда, вот, но тем не менее, это реалии наших дней, поэтому почему бы прямо сегодня не подумать о том, что будет завтра. Тем более, что, ну, стоит обратить отдельное внимание на того гостя, на тот контингент, который сейчас буквально подрастает, это новое поколение. Подумайте о том, что будет интересно им, чего захотят они увидеть в вашем баре, и акцентируйте внимание на них. Следующее. Мы подошли, мы медленно подошли к команде. Итак, идея. Идея – это 100% лицо команды, так же, как и команда – это лицо вашей идеи. Что нам необходимо для завоевания и для поисков идеальной команды? Это отыскать общие ценности, это четкое сознание происходящего, это воспитать и вдохновить до необходимого уровня, чтобы команда с честью несла вашу идею. Прежде чем вы подойдете к идее, вернее, подойдете к набору вашего персонала, вашей команды, вы должны определиться 100% со своими ценностями. Почему? Потому что на самом деле все сейчас об этом говорят, но это крайне важно, чтобы вы понимали, для чего вы это делаете. Ценности – это в первую очередь то самое главное, что вы хотите нести в баре. И если вы определитесь с ними и будете искать вашу команду во взаимоотношении с вашими ценностями, то это будет супер синергия, это будет суперкоманда. Следующее. Это четкое сознание происходящего, мы должны проанализировать, существует вот такая вот штука, которая называется концепция золотого круга. Три главных вопроса, на которые отвечает золотой круг – это почему, как и что. Многие компании, многие бары следуют изнаружи в центр. То есть мы прекрасно понимаем, что мы делаем. Мы хотим открыть коктейльный бар. Мы примерно понимаем, как мы это будем делать, как мы это будем внедрять. Мы будем делать напитки, мы будем использовать новые технологии и тому подобное. Мало кто задается вопросом, почему основополагающая вещь лежит конкретно в центре и нужно двигаться с центра наружу. Как только вы будете понимать, почему, и будете понимать вашу конечную цель, вам будет проще двигаться. Итак, почему, отвечает на главный вопрос, почему мы делаем то, что мы делаем, как это, как мы будем это делать, как мы будем внедрять, и что это в конечном итоге, что у нас в конечном итоге получится. Итак, если мы посмотрим на концепцию золотого круга сверху вниз, то мы увидим, что это совсем не круг, а некий конус, в котором, в принципе, мы видим иерархию нашей команды в нашем баре. Сверху всегда находится лидер, это носитель идей, это человек, который понимает и знает, куда мы двигаемся, понимает, почему мы это делаем. Ниже находятся люди, которые понимают, как это сделать. Человеку, который знает, почему, обязательно нужны люди, которые будут ему помогать реализовать это все и будут понимать, как это делается. Следующий момент. Очень важно, и на что я обращу сейчас внимание, это пять уровней развития вашей команды. Не понимая вот этого, для того, чтобы мы могли до конца реализовать нашу идею в нашем баре, мы должны выбрать правильное звено, либо воспитать свою команду до определенного звена. Они условно делятся на пять групп. Это первобытное общество, второе – это моя жизнь дерьмо, третье – я крутой, а ты нет, четвертое – мы крутые, а они нет, и пятое – жизнь прекрасна. Первобытное общество. В принципе, в наших барах, скорее всего, нет такого персонала, нет таких людей. Лейтмотив этой прослойки звучит как все абсолютно вокруг говно, моя жизнь говно, еще раз повторюсь, говно, мне нравится это слово. Они полностью разочарованы в жизни, 100% будут проблемы с ними у вас, не берите таких людей к себе. Следующее – это мы просматриваем небольшую позитивную тенденцию, уже меняется с жизнь дерьмо на моя жизнь дерьмо. То есть люди понимают, что, в принципе, вокруг-то все не так уж и плохо, но моя жизнь по-прежнему остается не такой хорошей, как бы я хотел. Следующий пункт, он уже, в принципе, нам подходит, он называется «как я крутой, а ты нет», но здесь мы рискуем столкнуться с людьми, которых в нашей сфере мы называем звездами. Это звездные люди, которые будут 100% всегда тянуть одеяло на себя, и мы можем столкнуться с рядом проблем, но, в принципе, как мы можем выехать на них, на их звездности, так и попасть в плохую ситуацию. Четвертый уровень – это то, в принципе, куда нам нужно стремиться, команду, которую нам нужно набирать, либо воспитывать ее. Здесь все звучит как «мы крутые, а они нет». Они в этом случае – это конкуренты, то есть мы… Эта команда полностью понимает, что она делает, зачем она это делает, куда она двигается, и вот после четвертого уровня мы можем перескочить на пятый уровень, который называется «жизнь прекрасна». Что здесь происходит? Мы полностью освобождаемся от конкуренции, мы живем в своем мире, мы делаем идеальный бар, у нас все происходит так, как должно быть. Мы просто самые лучшие. Следующее. Мы подошли постепенно к гостю. Гость и то, что мы придумали. Если мы посмотрим опять на это сечение, то мы видим, что внизу этого всего находится гость. Причем гость находится не сверху, а снизу. Вернее, наша идея находится не снизу. Все держится на наших гостях, потому что, что бы мы ни придумали, если у нас не будет плотной опоры в виде наших гостей, то все это потеряет смысл. Соответствие того, что вы делаете тому, во что вы верите, позволяет людям, верящим в то же, что и вы, с легкостью найти вас. А я повторюсь опять про ценности абсолютно для всех, для вас, для вашей команды, для ваших бартендеров, для ваших гостей. Если вы определитесь со своими ценностями и выберете правильный вектор вашей идеи существования бара, вам будет проще, людям будет проще услышать, вас проще понять и проще двигаться дальше вместе с вами. Итак, для того, чтобы завоевать гостя, нам нужно нашей идеей разработать уникальный потребительский опыт. Что нам для этого нужно? Это тоже определенная аналитика. Это все не падает на нас сверху вниз. Это все бумажки, это все хождение по разным барам, выяснение тех или иных моментов. Подойдем к ним. Первое, это нужно поставить себя на место гостя. Второе, разузнать, где они черпают свое познание. Третье, выявить их предпочтения и ожидания, и что еще важнее, их ценности. И последнее, следуйте по своему пути сегодня и всегда. Что я имею в виду, поставьте себя на место гостя. В момент, когда мы думаем о нашем баре, в принципе, мы подходим к тому, что конечный наш потребитель – это отражение нас самих. Мы делаем в любом случае тот бар и разрабатываем ту идею, которая будет комфортная нам, которая будет подходить нам, нашему бару, нашей команде. Поэтому поставьте себя на место гостя и поймите, что действительно он хочет. Но аккуратнее здесь. Второе, разузнайте, где они черпают свои познания. Это вам больше поможет завоевать большее количество гостей. Вы поймете, куда нужно будет направлять информацию по поводу вашего бара, по поводу вашей идеи, из чего узнают гости в дальнейшем о вас. Следующее – это выявите их предпочтения, ожидания и, что еще важнее, их ценности. О ценностях мы сегодня поговорили буквально вскользь. Еще раз хотел обратить на них свое внимание. И последний пункт – это следуйте по своему пути сегодня и всегда. Если вы задумали себе, если у вас есть какой-то определенный прототип уже вашей идеи, вашей концепции, вашего видения будущего, вашего бара, то никогда не сворачивайте с этого пути, потому что неуверенность вызовет в ваших гостях впечатление, как будто вы не уверены в себе, потому что вы попробовали это, попробовали то, попробовали еще немножко чего-то. Это только отпугнет от вас. Следующий пункт – вы должны контролировать своего гостя, его взаимодействие с вашим баром на каждом этапе его взаимодействия. Условно это называется moment of truth. Он делится на четыре момента – zero moment, first moment, second moment and ultimate moment. Первый. Причем эти все четыре пункта, они достаточно плотные, взаимосвязаны, и мы переходим только… мы не можем перескочить с одного на второй, мы двигаемся только вот ровно друг за другом. Первое – это социальное открытие. Подумайте о том, откуда гость может узнать о вашем баре. И сделайте эту картинку, по которой он узнает о вашем баре, максимально понятной, максимально ясной. Гостям очень легко воспринимать все, как и в принципе любому человеку, легко воспринимать все в виде образов. Когда вы создадите образ этого бара, человеку будет интереснее перейти в следующий момент. Это первый момент истины. Это размышление. Это то, когда человеку будет интересно. Ему понравилась первая картина вашего бара, и он дальше размышляет, стоит ли с ним взаимодействовать. Если он выбирает в положительную сторону, то он переходит в следующий момент. Момент – это second moment of truth. Это опыт, это тот момент, когда… Это один из самых важных моментов, когда ваш гость попадает в ваш бар, и это вот тот момент истины, за которым нужно держаться. Как вы его встретили, как вы показали ему бар, как вы показали ему свою идею, как вы ему ее донесли, как вы его провели. Все в баре должно говорить об одном и том же. Ваше меню, ваша команда, ваша атмосфера, ваш интерьер. Если вы заявили какой-то определенной идеей, все должно говорить об одном. Если мы в этой ситуации имеем положительный опыт, то мы переходим к следующему моменту. Это обмен опытом. Это тот момент, когда человек вышел от вас, он проанализировал, понравилось ему или не понравилось, а лучше всего, конечно, чтобы ему понравилось. И он делает вывод по поводу вашего бара. Когда он сделал вывод, он может помочь тому, кто сейчас находится на zero moment of truth, обрисовать вот эту картину, которая важна вам, которая интересна вам. Я бы хотел узнать по поводу видео. У нас не получится его все-таки посмотреть. Как запустите? А, я немножко попью, с вашего позволения. Как-то запускается. В общем, если у нас не получится все-таки запустить, в конце будет ссылка на меня. Я обязательно брошу каждому из вас. Очень интересное видео. У меня лично от него были аж мурашки. А можно вывести опять? Опять мой презент. Ребята, можете пока позадавать? О, супер. Давайте посмотрим видео. Или нет все-таки? И поехали. Нет? Круто. Ну, вот, ребята, у меня сегодня, кстати, первый опыт публичного выступления подобного, поэтому не судите строго. Решил поделиться некой информацией. Если что-то вас заинтересует, то я жду вопросы. Я еще здесь в ближайшее время на барометре. Я еще здесь в ближайшее время на барометре. Где идут идеи? Где идут идеи? Я не знаю. Я не знаю. Так. Это было на барометре. Я думаю, что когда у вас есть хорошая идея, это то, что они называют «смирATION». Я не думаю, что «смирATION» будет начать. Я думаю, что, может быть, я немного спрашиваю о идее, как в начале было ничего, а потом было light. Я не думаю, что я видел это. А так как у вас нет? Давайте начинать тебя тап grate, чтобы подлать, что-то несколько。 И что оно говорит о ихin. Я думаю, что любые, любые considerые . Вы collaboration открыт, з любой, любые from all over 400 пунктов. Он не слышит. Мне certificатизна ничной ив families. I always said, Inspiration is for amateurs. The rest of us just show up and get to work. Every great idea came out of work. Everything. If you sit around and wait for a bolt of lightning to hit you in the skull, you may never get a good idea. I think for me, it's mostly lightning bolts. I think that my brain is just such a vast landscape of just completely random stuff, unless it grabs my attention. I'll never see it. I can brainstorm and I can outline and I can sort of ready the room for the idea to make its entrance. But until the idea is ready to reveal itself, I'll just be sitting there. I love the idea of ideas making an entrance. Yeah. Hello. Hi. Just like teasing a leg at first. I will not enter until my champagne is ready, doll. Everything that has driven me to do what I'm doing is because I've seen other people do it. Most people start off by mimicking something, but then it turns into their own thing because they don't really have the ability to mimic it precisely. But what's great about that approach is it can lead to originality from copying. Like we just have our own fingerprint, right? And so in the process, it turns into a different idea. I mean, inspiration is a little sucker punch to the brain. It's a slap in the face. It's a punch to the gut. It's a waking up. It's realizing the world has more majesty and mystery than your stupid little brain ever knew. My job as a storyteller is to showcase that wonder, to put it on a pedestal and hopefully recreate it in such a way that the person reading or listening or watching can feel it too. Whenever I finish a story, I go through a period of time where I feel like I will never again have an idea. I simply will never again come up with a notion that feels original and exciting and inspires curiosity. And I think the analogy to falling in love is really apt because most people, if they have a relationship and they just cannot imagine a situation where they would ever feel that way again. And then one day you fall onto something and it just looks you in the face and says I'm the one. You couldn't like get rid of inspiration like the way grass always comes up when there's cracks in the road. You could always find something to be inspired by. Even the tiniest things. И можно вернуть мою презентацию. Спасибо, что никто не уснул. Есть? Нам нужно начать с конца. Так, на самом деле спасибо. На этом все, ребят. Мы немного ограничены во времени. Я еще пока здесь. Если вдруг у кого-то есть какие-нибудь вопросы, то обязательно задайте им их. Вот список литературы из четырех книг, в которых подробно изложено то, что я вам сегодня бегло рассказал буквально за 30-40 минут. Первая – это книга «Стратегия голубого океана». Странное название, но здесь больше контекст под тем, что все мы находимся в алых океанах, плаваем в алых водах, а здесь нам нужно разработать стратегию «Голубого океана», который выйдет за рамки этого рынка. Второе – это Саймон Синек. Начни с вопроса «Почему?». Это те главные вещи, о которых мы поговорили сегодня, куда стоит обратить внимание. Дэйв Логан – это лидеры племя. Это уровни развития и воспитания вашей команды и вас как лидера. И последнее – это Брайан Солис. Это макротренды в бизнесе. Это больше продвижение вашей идеи, вашего бара в мир. Спасибо вам большое, что были сегодня здесь. Вот ссылки на мой аккаунт и аккаунт бара. Если что, мы третий день сегодня как работаем. Мы открылись в Киеве. Если что, всем добро пожаловать на борт и будем ждать вас вечером. Спасибо.